Новый военно-социальный центр с сегодняшнего дня заработал в Барнауле, а именно в краевом отделении Федерального фонда «Защитники Отечества». Здесь, обещают его создатели, смогут полноценно решать проблемы участников СВО и членов их семей. К слову, первые обращения уже начали поступать. Я родился по выплатам от Министерства обороны сыну, служащему на СВО. Выплат нету, ждем, не знаю, разбираться будем. Полтора месяца служил, а выплат нету. Ранее филиал фонда «Защитники Отечества» помогал в основном тем, кто уже вернулся на гражданку. Вопросы служащих и их семей старались тоже брать во внимание и решать. Но не всегда получалось оперативно, поскольку это предполагало выход на Министерство обороны. Сейчас это не проблема. Ребята приходят к нам, здесь их встречает социальный координатор военно-социального центра, берет информацию, берет проблематику. Эти вопросы мы отправляем в Москву, в Министерство обороны. И Министерство обороны быстро, оперативно нам дает уже обратную связь. Где находятся военнослужащие, что с ним там. Ранее бойцы и их семьи могли получить помощь разве что в московском офисе или по телефону федеральной горячей линии. Теперь для решения вопросов есть отдельное окно. Скорее всего оно будет пользоваться большой популярностью, поскольку военнослужащие в принципе часто обращаются в филиал фонда защитники Отечества. Есть и дальнейшие планы по помощи бойцам. То, что мы планируем, да, у нас есть определенные моменты. Сейчас мы обсуждали момент, это оказание медицинской помощи военнослужащим, которые здесь находятся в отпуске. Есть определенные решения государства и будем потихоньку их воплощать. Также теперь в отделение фонда могут обратиться родственники, которые не могут найти своего бойца в зоне СВО. Специалисты помогут узнать статус военнослужащего. В случае гибели солдата посодействуют с поисками его останков. Однако для этого родные разыскиваемого должны принести свой образец ДНК. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком.